Мобильные прививочные пункты – это возможность, не посещая поликлинику, сделать прививку от новой коронавирусной инфекции. В Ленинском городском округе такие бригады работают уже несколько месяцев и показывают высокую эффективность. Приезжают они в крупные жилые комплексы и в садовые товарищества. Потенциального пациента сперва опрашивают, собирают анамнез, меряют давление и температуру, проверяют сатурацию. Если человек здоров, ему вводят вакцину. Весь процесс занимает не больше 5-7 минут. Защищать надо и себя, и своих детей, своих близких, особенно своих родителей, потому что все люди пожилые. А так как ковид поражает органы дыхательной системы, сердечно-сосудистой, необходимо обезопасить своих близких. Сегодня в мобильных прививочных пунктах ставят только спутник ВИ. Препарат хранится в специальной морозильной камере при температуре ниже минус 20 градусов. Вакцина вся заморожена, то есть и первый, и второй компоненты обязательно. Отличие между первым и вторым компонентом в плане состава считается то, что во второй немного больше вирусной нагрузки. Потому что первый компонент, человек знакомит с организмом, с этой вакциной. А вторая – это закрепление результата и выработка более большого количества антител. Сегодня у прививочных пунктов уже не так людно, как в начале лета. Врачи отмечают, те, кто хотел, сделал прививку уже давно. Теперь жители возвращаются в основном за второй фазой препарата. После прививки считается, что иммунитет немного ослаблен, поэтому контактировать с инфекционными больными ни в коем случае не надо. Надо себя обезопасить, то есть соблюдать режим, правильно питаться, заниматься спортом, если есть возможность. Через 21 день бригада мобильного пункта вакцинации снова вернется на это место, чтобы люди, которые сегодня получили первую фазу препарата, смогли закончить прививочный процесс. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого.